То вот в Лос-Анджелесе до сих пор пребывают в растерянности от появления в городе вот такого существа. И хотя агрессии оно не проявляло, люди все равно вызвали на помощь полицию. Стражи порядка вместе с добровольцами пытаются отловить зверя, но он оказывается хитрее и проворней. Классифицировать зверя никто так и не смог, а между тем по другую сторону океана происходят еще более необычные события. Это Испания. Сбившаяся с пути группа туристов бродит в поисках подходящего места в стоянке. Но всего через три секунды им уже совсем не захочется здесь оставаться. Объяснить это пока никто не смог, а природа между тем подкидывает новые головоломки. Это одно из первых видео непонятного существа под названием Чупакабра, что в переводе означает козий вампир. Это он убивал нашу домашнюю живность, говорят местные жители. Причем не съедал их, а высасывал кровь. Всю, до последней капли. Раньше Чупакабру видели только в Латинской Америке, потом и в Центральной. А на этой неделе тушку сбитого машины и животного нашли в Техасе. Местная фермерша голову зверя хранит в холодильнике и готова ее предоставить зоологам. Так что им еще предстоит выяснить, откуда взялась Чупакабра и где была раньше. Пока же есть предположение, что все это из-за массовой вырубки лесов в сельве Амазонки. Животным стало негде жить и нечего есть, вот они и пришли к людям. Так сколько же еще подобных существ прячется в джунглях, лесах и океанах нашей планеты? Местные рыбаки находят на берегу останки неизвестного существа. Они еще свежие, месяца два назад зверь был жив. Судя по костям, говорят исследователи, это плеозавр. Но ведь он вымер миллионы лет назад. Кажется фантастикой, а ведь зоологи уже знают такие примеры. Классический случай. Киститторую рыбу предконаземных позвоночных считали вымершей 40 миллионов лет назад. Если бы не рыбаки, ученые бы в это верили до сих пор. Но история, как известно, повторяется минимум дважды. В прошлом году на мясных прилавках Лаосского рынка ученые нашли крысу, которая вроде как вымерла 11 миллионов лет назад. Но на рынке крыса оказалась совсем свежая и довольно вкусная. Лаосцы едят ее регулярно. Примерно то же самое произошло и с андской тигровой гончей. Двуносой гончей. В боливийских андах ее разводят сотни лет, а мир узнал о ней только сейчас. И собакой, у которой должно быть сверх обоняние, всерьез заинтересовались военные. Впрочем, в тропических лесах ученые каждый год находят десятки новых видов животных. Только за последние 10 лет было открыто почти 600 невиданных доселе зверей. Дымчатый леопард, карликовый слон, хорькобарсук или психоделический осьминог и еще сотни и сотни других существ были предъявлены миру совершенно официально. Что же касается тех, кого не поймали, видимо, им придется еще долго быть вне науки. Михаил Шкаян, Ирина Матвеева в Центре Событий. Продолжение следует...